Вошли в вот такой новенький магазинчик классный. Мам, и парашюты есть. Смотри какая битболка классная военная. И парашюты. Ну-ка посмотри на меня. Мам, посмотри, мам, посмотри. Мам, посмотри, мам. Смотри, какая классная военная. Мам, посмотри, какая фаршюта. Классно. Смотри, ты делаешься? Да. И битболку. Да, и перчатки. Перчатки? У нас такие перчатки небольшие. Перчатки, да. Померь хоть от того, у цветка большая. Да. Все в таком стиле. Подрастешь? У нас так. Давай, тогда вот такие пучки. Угу. Папа сейчас все только убирает. Немного старого пальца календаря. По тебе. Хорошо. Ну да, он для лета нормально. Этот самый главный. Ну у нас на штанах карманов обычно хватает. Максимальное количество 12 карманов. Здесь надо. Ну ты для сравнения вторые, ты тоже померь. Вторые не дам. Там размеры XL и 2 XL. Это слишком будет велико. И во втором магазине нет, к сожалению. Черный. Вот, на дикую грубую. Цвет, но для лета. Ну что, Слава, берем такие? Да. А где бы я? Девочка какая-то. Сейчас на кассе тоже. Лук. Кружкашку. Ну хорошо. Я берем? Угу. Ну что? Так я не вижу тебя, давай. Всем в армии, да? Ну да. Ну да. Что-то однотонное надо, наверное. Тут что-то весь. Не. Надо однотонную футболку будет. Однотонная и есть, но... Это самое светлое из того, что есть. Саша, смотри. Если вдруг однотонная. Ну это чисто повседневка. У них единственное, что у них вот цена повседневная. Ну я понял, у меня так и есть. Смотришь? Давай. Смотрю. Уберем футболочку. Классная. Так. Как, Элька? Как, Мариш? Да по тебе. Понятно? Угу. Ну мы зашли, ребят, сейчас затаримся. Я уже футболку себе присмотрел. Пошли покушать, да? Ну, сейчас, Слава, что ты хочешь? Куражку тебе берем? Маску хочешь? Маску-то тебе зачем? Вот я тебе могу... Он на однолямочный рюкзак. Ага. Какой-нибудь кузычок тебе его посмотреть маленький? Ну да, то что, извини, это лямка и Элька. А конец ртущники, да? Точно такая же, да. Так, берем. Получается, вот это вот. Да, да. И вот это. Она туда вовнутрь заправляется. Ага, я увидел. Вот это уже привыкли. С карандашами, ну чем делаем? Обычно вы это дома настраиваете или где-то. Угу. Да, руками-то так просто. Не сделаешь, да. Ну прикольный, ребят, магазин. Сейчас Маришка выйдет, покажет вам. Это вообще в этом магазине первый раз. Хотя, сколько уже видели, мы проезжали постоянно. Да? Барит, я слышу. Нет, не барит. Да. Я понял, Слава? Понял. Так, а где у нас спрепа? Да. Да. Да, да, да. Да, да, да. Ну тебе носить. Сейчас чуть-чуть буквально не оставлю. Там малыш, смотри, что, бьет и мяч это где-то кушет. Да, да. Я начал все сиянки сейчас угле. Угу. Что мы сейчас спрятать, это мало. А вот здесь много. Слава, мне какая больше нравится без булочка на какой-то. На папе. Какой бы ты их выбрал себе? Вот такая. Почему? Она может на ней ехать. Здесь меня и метро, а сейчас это такое. Вот здесь тоже клеится все, что хочешь. Вот так вот здесь бальчик. Бальчик. Ладно, мы сейчас где оставим? Пойдем в блюзах четкие посмотрим. Сейчас еще подумаем. Я не знаю. А как мы сейчас подумаем сейчас? Ну он большой, Слава. Очень большой. Я зато еще. Там вот хорошая сумочка, а эта большой. Нет. Тебе будет тяжело, куда ты с ним будешь таким большим ходить? Ага. В детском магазине. Мама собралась конфлированный рюкзак в детском смотреть, понимаешь? Ой, вообще, блин. Вот, ребята. Мужчина рассказал, как этот рюкзак вообще делается. Ну, вообще. Расслабляем. Взяли, сняли. Вообще классно. Славка какой-то. Видишь, Слава? Все, берешь за эти штучки и подтягиваешь. Все. Тут специально все прошито. Через лямочку и сюда ничего не проскочит. Все? Все, берем? Попробуй. Ну-ка, давай, одень. Давай. Ребята, какие отзывчивые. Продавцы, просто шикарный магазин. Муринка только недовольно уронила мой телефон, расхерачивает чехол новый. Все, в школу пойдет, ребят. Хочет он с этим рюкзаком ходить. Лямок-то, лямок. Лямок, да ну все как солдат. Ну, посмотри. Потом поясную все-таки. В зеркало-то посмотришь? Угу. Ну, давай. Все, в школу будешь в нем ходить, да? Угу. То есть мы берем не только просто так, мы еще даже в школу берем, да? Берем бейсболку. Вон твоя еще бейсболочка. Давай, оденем. Смотри, как классно ты. Ой, вообще солдат. Все, все берем? Да. Ха-ха-ха. Вот ребята, хочу выбрать прямо себе это. На бейсболочку на новую. Мама, давай померим? Сейчас пока смотрю щепка. Много выбора, глаза разбегаются. Вот это класс! А у вас еще штанов на него нет? У-у-у. Только костюмы. Костюмы есть? Ну. Давайте посмотрим. Хо-хо, Слава сейчас еще костюм возьмем. Вот это крутой! Мама заценит по размеру. 28-30. Угу. Возьмем камуфлированный костюм. Настоящий. Военный. Угу. Вот это мы, Слава, с тобой зашли здесь. Да. Штаны там с запасом. Крас. У нас там напротив это есть, где подшивают. А можно, что мы не идеально в свет? Да, вообще классно. Ты вообще крутой парень. Ты представляешь, в понедельник в садик так пойдешь? Да. Цена смешная на него. На костюм 1600 рублей все. Угу. Что, так будем ходить? Да. Круто. Всегда. Всегда. Вообще крутой. Все, берем? Да. Мы так мечтали найти форму детскую. Да. Прикольно? Да. Ну все. Крутышко. Не, вот этот костюм красивее, Слава. До свидания. До свидания. До свидания. Вот так это выглядит. Мы вообще заехали, чисто случайно, с Мариной танцы покушать. Слава приодетый. Одесса стиль U59. Ну, просто шикарные ребята, отзывчивые продавцы. Просто классные. Цены вообще дешевые, да? Как бы это. Цены на детские костюмчики. Просто дешевые. Слава, покажи какую на бейсболку ты выбрался. Вот такой вот стилизованный, то есть он будет убираться в бейсболке. Пил, 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 пил. Да. Все, пошли пиццу есть. Теперь, Маринка, пиццу хочется. Телефон мой раздолбала, да? Теперь можно и пиццу пить. Да, с рюкзаком. Ребят, посмотрите на счастливых парней. Мы оба в этих каких кепках. Как Слава говорит, да? И с рюкзаком. И с рюкзаком. А там, люди такие, все, и планшет лазит, да? Еще вот такую наклеечку какую-то у меня, видите, Славке пришьют. Мы отдадим. Она вот здесь. Открывай. 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 Вот этот маленький. Да, давай, открывай его. Вы не представляете, как он счастлив. Он в садике бегает все в этой военной кепке, вот такой же камфлированной. Тут у него своя кепка. Еще и костюм камфлированной его выглядят. Прикольно? Да. Вот так уже оно будет. Прикольно, да? А потом в этом тебе пришьют. А, ты хочешь посмотреть без нее? Она его откроет. Проклеит дверь. Для меня, ребята, сейчас прикольно. Качество материала вообще. У них сета американская получается. Пошив в Китае, ну как у всех везде. Вот так вот будет. Да, потом будет. Мы тебе потом прилепим. Вот так вот. Да. Вот так вот будет. Слушай, мне классно ведет вообще. Станишки классные вообще просто. Бегать последневка такая. Потом я сейчас еще курточку там себе присмотрел. Курточку у них заедут. Ребята, Слава увидел цветочки вниз головой, да? Давайте посмотрим. Вот они, цветочки. Представляете, вниз головой? Да. О, нифига себе. Ребята, короче, Маришка мне сейчас говорит, такая, мне надо было кроссовки покупать. Поставьте лайк. Она говорит, слушай, да там говорит, у нее кроссовки как фирменные. И она пообщалась с продавцом, но она вообще просто довольна. Сейчас я перекусила. Поставьте лайк. Поставьте ему лайк. Ну поставьте, парни. Оцените, да? Оцените, да. Пиццу я принесу, а ты пока расскажи. Да. Ребят, у нас просто уже принесли пиццу, а Маринке слюна уже исходит. Это вот мы зашли, тут же получается. Это вообще на мир и мы заехали случайно просто посмотреть, что в этом здании находится. Это торговый центр, получается, Колизей, да? Не Колизей, как он? Столица. Столица. Да, да, вторая. Вот мы зашли и вот увидели. И здесь вот такая как бы пицца классная продается. И что Марина хотела-то рассказать про продавцу? Просто она под такими впечатлениями мне тут рассказывала, я решил даже заснять. Ну сейчас пойдется. Все, пей, пей ему хороший. Я говорю, продавец не навязчивый и в то же время получается грамотный. Бывают продавцы навязчивые, которые начинают рассказывать о товаре и как бы отталкивают. Здесь как бы все по теме, но причем очень грамотно, мне очень понравилось. Мало таких продавцов встретишь, которые действительно знают свое дело, знают свою продукцию и в то же время они как бы не навязчиво, они вам не навяливают его. И не против, что его снимают? То есть он говорит, да, наоборот, снимать, я не против, он рассказывает, все показывает. То есть в данном случае продавец, он рассказывает о товаре, вот ты выбрал уже товар и он тебе о нем рассказывает как бы, а не так, что вот смотрите это, это, это. То есть он рассказывает уже по факту, ты вроде выбрал уже и так с выбором определился, а он тебе еще как бы плюс этого товара рассказывает. Слава Доварьману сделает. Сам владелец этого магазина, сам ездит по фабрикам получается, смотрит вот эту одежду на качество, да, я так понял? Все в день. Это он тебе рассказывал. Ну там и для девушек есть, у них есть очень большой выбор футболов, обуви женской там с 34 размера, что ли женская обувь. Ну прикольно, я вообще говорю, нарвался, это мой любимый магазин. Вот детские, как бы, костюмы девушки часто, говорит, себе берут, потому что прям до 170-го роскошка. Все, ладно, ладно, пушите хоть. Все. Слава, а что говоришь, два лайка за пиццу, да? Ребят, вот такая пиццерия, ну маленькой тоже понравилась вроде. Ну у них свои фирменные соусы, они сказали, ну Сашей паспорт. Спинку прямо, да? Да. Малыша не зажимаем. Прямо. Прямо, прямо. Во-во-во. Вот такая красивая. Военный кушает. Ребят, вообще, просто круть, 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 круть. Прямо, вообще, в бейсболу говорю. Вы кепки-то снимите до стола? Нет. Не смеем. Не снимем. Мы мальчишки. Слава говорит, что он придет, садит. Как все морепродукты с лимончиком подают. Вкусно? А у меня с говядиной я еще не пробовала. Я себе морепродукты, ребят, заказал там с приветками, с различными, как я люблю. Слава уже там 4 лайка, да, ставит? Клава, сколько лайков-то здесь? Ну что? 10. 10 лайков уже? Вкусно. Вкусно? Вкусно? Ну все, ребята, буду пробовать, потому что я тоже есть хочу. У меня прям слюна, как у бульдога. Ребят, могу сказать, очень вкусно. Но Маринке не заходит морепродукты, она не любит морепродукты. Для меня так очень вкусно. Слав, покатиться. Ему еще немножко куриное должно быть, нет? Ты не видел? Нет, у них еще одни нету. Ну ладно. Именно паста такая полутверденькая должна быть. Готовь это, я так понял сами. Именно паста это называется, да? Вот так. То есть и плюс с вином, все фирменное. И соуса не хватает, который не подают. Это и фирменный соус. Такая кафеточка. Сколько вышло денег? Вот такая пица. И получается вот такие две порции у нас таких. 1200 ребят. Сок и чай. Недорого я считаю. Вот получается еще. Взял вот такую себе. Типа курточки. Ну легкую. Даже не рубашка, а именно как ветровочка. С карманчиками. Все прикольно смотрится. Сейчас только с цветом определюсь. Грустно сидит. Она только как увидела, что я захожу. Останавливайся немножко, когда начинаю. Я возьму, возьму. Да? Пошли. Насте футболку такую с котиками. Камуфлированную. Ну-ка давай посмотрим, какая она красивая. Камуфлированная. Ну это мы с Настей потом придем туда и купим. Хорошо? Ты так заботишься о сестре. Да. Тебе купили, а да? Просто классный магазин, ребят. Ребят заехал к Славе. Машинку сейчас посмотрим. Тормоза получается. Поменяли масло. Женька у нас. Жень. Евгений. Привет. Андрюха там по машине лазит. Сейчас посмотрим. Что-то меня сзади подскребывают при торможении. Профилактику такую сейчас сделаем. Все у нас суппорта. Получается надеть резиночки надо. Куплю металл пижо. Супер спецназовец. Ну-ка давай повернемся сзади. Сзади дай покажу кармашки. Видели какие у него? А ну-ка по бокам какие карманы у тебя? На ногах. Вот. А здесь есть и на ногах. И на ногах. Смотрите какие карманы. Вон. А еще вон по бокам. Да. Вот они. Вот они. Слава даже селся. Во. Ну-ка а там еще вот там карман какой-то. Вон сзади. Сзади. Взади. Во. Ну-ка повернись покажи нам. Во нифига себе. Видали какой карман? Нет. С одной стороны. Вот. И впереди на груди. Впереди есть. Смотрите какие. Это кармашки или обмашки? Это кармашки. И туда ложить можно что-то? Секретную информацию может положить. Ну что ребят. Ну-ка ты теперь расстегнись и покажи какая у тебя там футболка. Ну-ка покажи. По майкам. Да там супер футболка. Спецназовская. Ну-ка давай. Растёдивайся. Как ты будешь растёдивать? Давай. Покажем сейчас супер спецназовскую футболку. Офигеть. Слава в сарик будет в этом костюме ходить? Нет. Ну давай. Давай. Что там такое? Застряло что-то. А тут эти. А их надо сделать просто. Заработать чуть-чуть. Во. Видали? Во какой крутой. Офигенский. Угу. И рюкзак дадим. И рюкзак ещё даже. Ну-ка давай рюкзак покажем. С рюкзаком всё это. Давай застёгивайся. Ну что ребят. Смотрите какой у нас спецназовец. Капюшон надел. Так. Ну-ка. Поворачивайся спецназовец. Во какой рюкзак. Видели? Ну-ка вообще супер рюкзак. Ну-ка поворачивайся. Сейчас я тебе сам его покажу тебя. Как ты выглядишь со стороны какой спецназ. Офигеть. И ремень внизу даже цепляется. Да? От рюкзака. Ходить не мешает ремень? Нет. Ну-ка походи чуть-чуть. Во прикольно. А это вот сбоку можно ножи вешать. На рюкзак. Сбоку вот здесь на лямочку. Вот здесь на лямочку. Видишь всякие эти. Да. Там можно ножик будет повесить какой-нибудь военный. Фонарик. Пистолет. Пистолет. Офигеть. Какой большой солдат, ребята, у меня вырос. А потом зачем даже тут банки-вешки будут? Так. Давай я сейчас застегусь. Сейчас застегнуть в виде, да? Посмотрим. Давай и на пол. Да и ничего не надо. Ну так. Она уже снимала. Уже курточки не мало. Вот. Ну что? Давай камуфляжных. Да. Нормально сладко? Отирается? Да. Ну-ка. Каучок. Короче, вот так, ребята, все это дело выглядит. Закупились мы со Славкой вот такими костюмчиками. Славик, повернись ко мне. У меня. У тебя классно. Вот так вот, ребята. Можно расстегнуть. Сейчас посмотрим, как это увидеть. У меня. Там еще футболочка же у меня тоже полфлированная. У меня тоже. Да. Мы сейчас разденемся. Трептистый поле. Чик-чик-чик. Вот. Славик, повернись ко мне. Все. Прикольно. Все. Сколько общей сложности у нас все вышло по линькам? Я еще не... 14. Я не знаю. Вот. Вот внутри. Я понимаю, эти штаны, они как джинсовая ткань, Саша говорит. Ну, они не как джинсовые, они еще больше, но в смысле как вот плотненькая такая ткань. Саша, помоги ему. Он не может расстегнуть. Он еще не... Потому что знаешь, почему не можешь расстегнуть? Потому что до конца вот так вот, все. И просто вверху потянуть. Так вот. Все. У тебя загнулось вот так? Надо его вот так выкрутить. Все. Давай, куточка, я подержу. Давай. Покажем. Как выглядит. Сходим в ателье подогнем штанишки. Да. И резиночки мы зауставим. На бейсболочку, получается, оденем его. Нет. Можно я взял на тебя? Давай, снимай уже. Ты че? Можно я взял на тебя? У Славы круче, чем у папы? Пишите в комментариях, да? Да, 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 да. Вот так вот. Давай вторую. Вот. И вот у него, получается, будет вот такая же. Это все тоже так же. Вот видите, ребята? Это все на липучках сзади. Видно, да, на визуале? Да, да. Все на липучках. И у Славки будет вот так вот. Что-то про тишину, короче, написано. Кто английский язык знает? Почитаете? Да? Немножко. Лучшее время, по-моему, тишина. Да. Что-то такое. Для меня лучшее время – это тишина. А? Рюкзак. А? Рюкзак? Да. Вот у него прям рюкзак, он балдеет с него. Кстати, рюкзак, видите, ребята, со спинкой все полезно. То есть, как бы, все тут под воду. Да. Тактически такое. Ну что? Что это тететельник? Па. Да. Стоит тететельник? Стоит тетельник? Да. Как будто бы вы собрались в этот. В поход. У него еще футболочки есть, как бы. И у тебя. И у меня. Ты накупил себе впрок. Я себе купил пять футболок, получается. А я? Угу. Это моя куточка. Это шеврон. Потом нам завтра перешлю. Малево. Эту футболочку я обменяю. Съезжу в ФСБ еще возьму. То есть, тут получается, чтобы две таких одинаков не было, расцветка тоже будет, получается, точно такой вот футбольский мауфляж, только цвет немножко отличаться будет. Тоже пиксельный мауфляж. Это серый. Это серый. Это серый. Это серый. Это серый. Терно-серый такая футболочка. Папа. Я тоже так могу. Ну. И получается... Ну, хорошо. И получается вот такая футболочка. Она не зеленая, она как бы называется... Что-то связано с пустыней. Не помню, как называется. Правильно? Угу. Так. И Славкина футболочка. Вот такая получается, как масковать. Вот такая вот футболочка. Куча чеков различных. Ну, все прикольное. В принципе, все нужное в хозяйстве. Все пригодится. Чего ли мужикам? Я думаю, что многие мужики бы хотели вот такое таскать. Может, некоторые пассажеты не разрешают. Мне разрешило. Карманы классные, большие. У меня на самом деле есть американские штаны. Тоже настоящее все. Кому это именно арбейские. Но они какие-то как шаровары, такие широкие. Вот эти как раз. Да, да. Что я обещал? Ну, давай. Что обещал? Очки. Очки? Да. А, еще тактические очки ему надо отдать. Мне друг привозил Руслан. Американские надо отдать ему. Будто на искать, если лежат. Военный. Иринька, смотри, там я. Кто-то меня сфоткал. Все, сейчас тебе кепочку пришьем. Хорошо? Угу. Нам пообещали сегодня сделать, да, получается, слова? Да. Сегодня штанишки пообещали сделать? Да. С кепкой. Слова? Да. Ну-ка. Вот такой получается салон красоты и швейный салон здесь Ольга. Получается. Это вот напротив пятерочки, кто на вышке там живет. Да. Пообещали сделать сегодня все. Ага. Да. И недорого, в принципе. Сколько вышло у нас все вместе? 50 рублей, но это две парочки ноги. Ну, хорошо. Это наши салфетки. Ну, бери тогда. Еще? Ну, возьми. А я тебе вот трусики вот эти вот. Надо? Не-е-е. У них можно делать пипи. Хочешь? Не-е-е-е. Смотри, какие классные. Не-е-е. А можно или классные? Ну, давай еще салфетки возьми. Нам нужны салфетки дома. Да, возьми. Это да, гигиенические возьмем. А так для всякой сейчас ерунды возьмем другие салфетки. Еще? Да. Пойдем. Я две взял. Двое взял, да? Да. Две пачки? Да. Или двое пачек? Двое пачек. Так нет, такое слово двое пачек. Две пачки, наверное? Две пачки взял. Ну, молодец. Молодец, что я две пачки взял. Марина там пытается из чего-то что-то выбрать. Я, кстати, стала этим много Сербия производствовать. Сербия подается теперь. Что, съешь? С пальмовым маслом. Сербия под заказ печерочки, наверное. С пальмовым маслом. Сербия подается. Ну, там видишь, Слава, с пальмовым маслом. Зачем его кушать? Чтобы болеть потом не надо. Очень много еды. Ну, все, ребят, позвонили, поехала за штанами. За Славкиным, за моими, получается. За бейсболочкой его сейчас посмотрим, как прошили. Ну, быстро, в принципе, даже два с половиной часа, наверное, прошло. Вот так вот. Сейчас посмотрим строчка, как прошито. Вообще, как нитку подобрали. Ну, и если все хорошо, и получается цена, сами видели, недорогая, приезжайте, подшивайте. Там вещи. Такая, как мастерская. Там, типа, двукомнатной квартирки сделано. То есть, у человека три там шьют. Как-то так. Сейчас подъедем, посмотрим, что там получилось. Так, ну что, модник, хвастайся. Что теперь делали? Наклейку и... И штанишки подшили, да? Угу. Ну, прикольно смотрится ведь? Угу. Ну, что, теперь сам себе нравишься? Руки в брюки, ну-ка засунь. Руки в брюки. Карманы. Верхние кармашки. Верхние кармашки, вот тут, которые. Вот тут. Вот тут. Да. Оооо. Хо-хо-хо-хо. Видал, сколько карманов сейчас у тебя военного-то? Да. Ну, прям вообще. Супер-пупер военный прям. Вязали карман. Ну, вообще, просто крутой. И футболки мы сейчас тебе разим. Да. Наши карманы. Крутышка. Ну, в принципе, как видите, да? Все красивенько. То есть, вырезали под эмблему. Сейчас смотрим. Шов не видно. Изнутри. Ну, прострочка такая красивенькая, в принципе. Это, что касается, получается, бейсболки. Ну, когда посмотрим штанов. Ну, вот резиночка получается. Такая, как бы, достаточно широкая у них вставили. Получается, она прошита, она не будет. А нет? Подождите. Нет, она вставлена. Вставлена. То есть, она будет загибаться, наверное, да? Да, нет. Она широкая. Не должна загибаться. А если будет загибаться, что делать? Просить снова их подшивать. Ну, конечно, вот это, ребята, конечно, халтуру. Если честно, для меня, я считаю, что это халтура. Вот здесь уже резиночка загнулась. Здесь она полотничком, а вот здесь она уже к началу. Подругай. Вот здесь. Вот здесь, да. Видишь? Угу. Все, она уже загнулась. А они вот здесь ее вставили. Да, вот здесь не ее вставляли. Оставили, да? Да. Чтобы она со временем же резинка растягивается, и чтобы можно было поменять, они оставили здесь место. То есть, здесь подогнуто, в принципе. Угу. Угу. Ну-ка, на той штанине. То же самое. Тут тоже место было оставлено. Где-то я его видела. В моих штанах маленькая гоняет опять. В моем этом. У нас холодно дома. Да, холодно. Давай мои штаны покажем, что там с моим штанем. Так. Я просил просто вставить резиночки. Получается. Так, смотрим. Вот. Так, ну-ка, отправимся. Да, черные резиночки. Широкая. Широкая. Ну, такая же резинка получается. Просил не туго, но вроде как и не туго. Ну-ка, давай там посмотрим. Я просил брать веревочки еще. Это американские штаны военные, блин. Вот здесь. Вот я их попросил, да. Ну, в принципе, нитку вроде даже подобрали, да? По цвету. Угу. Вот, мне кажется, не очень-то аккуратно. Здесь вот, видишь, как бы заломы такие. Нет? Нормально? Вот два слоя. Ширы. Ну, нитку подобрали. Цвет совпадает. Ну, практически. То есть, вот тут нитка потемнее. Практически совпадает. Ну, вот изнутри сделали, получается. Вот таким образом. Я попросил, говорю, вот тут убрать веревочки. Нужны резиночки. Ну, и все. В принципе, все это. Так все это дело выглядит. Все. Славян завтра пойдет крутышка у нас военный, красивый, здоровенный. Угу. 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 Угу.